Добрый день, дорогие друзья, гости моего канала! Сегодня 8 марта, хочу всех женщин поздравить с праздником и познакомить вас с моими цветочками, которые я у себя развожу. Вот это первый цветочек, это ататюрка. Он был совсем маленький, сейчас вот такой вот уже вырос. Один цветочек меня вообще с 8 марта поздравил сегодня, расцвел бьющийся. Вот такая прелесть, поздравила меня с 8 марта. И вот такой цветок я взяла, он тоже меня поздравляет с 8 марта. Прям вообще в цвету. Итак, дорогие друзья, я еще раз поздравляю вас с наступившим 8 марта. Вот этот вот пасынок у меня здесь тоже стоит. Я его пригласила, расскажем, к нашей беседе. И сегодня-то речь пойдет не об этом, а о том, что вы мне часто пишите в своих вопросах и в комментариях, что вы бы тоже хотели переехать в Турцию, и вам бы хотелось на пенсии жить здесь. Но какие-то обстоятельства вас немножечко тормозят. Поэтому сегодня вот беседа о том, что не нужно торопиться с переездом, нужно все четко распланировать. Вот опять же на своем опыте. Смотрите, как у нас это происходило. Во-первых, перед тем, как уже мы уже понимали, что мы скоро уедем с севера, не будем там вечно жить. Понятно, что человек состаривается и уже уходит на пенсию. И жить в районе Крайнего Севера, где не хватает кислорода, тяжеловато. И, конечно, нужно уезжать. И даже если вы не в районе Крайнего Севера живете, а где-то все равно в России и с неблагоприятным климатом, скажем, тот же там Тобольск, Уфа, или там еще какой-то город, да, может быть, Оренбург, или еще где-то, скажем, там ближе к Камчатке, да, Владивосток тот же, конечно, вы не будете там жить, потому что, ну, и в большом городе даже не хочется жить на пенсии, потому что хочется свое здоровье немножко подтянуть, чтобы с радостью, так сказать, просыпаться каждое утро. И все начинают задумываться о том, куда бы переехать в то время, когда человек уже уходит на пенсию. Хорошо, конечно, если у вас уже есть свой дом, участок, вы там уже там обосновались, у вас размеренная жизнь, вы уже понимаете, вот у вас есть друзья, вот у вас там все, да, благополучно. Но в большинстве своем люди, конечно, хотят уехать куда-нибудь, к морю, хотят уехать в хороший климат, хотят благотворно повлиять на свое здоровье своим переездом, да, ну и продлить себе, так скажем, жизнь. И вот часто в комментариях встречаются вот такие вот вещи, когда люди спрашивают, А как вам это удалось? И вот я хочу это рассказать. Значит, смотрите, мы смотрели YouTube, и мы видели, что очень много блогеров освещают жизнь в Турции. Но до этого мы были в Турции, мы прекрасно понимали, что это за климат. Мы были несколько раз в разных отелях, понимали, что это за страна, да. Мы были на рынках, когда были в отелях, там на каких-то экскурсиях мы ездили. Мы все это прекрасно понимали, представляли, что за климат. Вот. И когда мы это все видели и понимали, что да, у нас скоро пенсии, нам надо будет какие-то решения принимать. И вот около двух лет мы это решение не могли принять, покупать здесь квартиру или не покупать. Но в итоге все-таки, посчитав, так скажем, свои финансы, мы приняли решение, что да, нужно нам купить эту квартиру. Но даже если мы и не сможем здесь жить, это будет просто инвестиционная покупка. И вот первым делом, первым делом это, конечно, нужно распланировать вот эти вот 3 или 5 лет перед тем, как уйти на пенсию. То есть запланировать свой переезд в другую там страну или в другую область. Или там вот есть у меня знакомые, которые в Геленджик уехали на пенсию. Они жили в Тюмени, у них был свой дом, да, они его продали и переехали в Геленджик. И там прекрасно себя чувствуют. Причем дом продали, купили квартиру. И таких случаев немало. И вот смотрите, значит, первый, значит, 3-5 лет, когда вам остается до принятия вот этого решения, первые, конечно, 2 года это будет обдумывание всех тех шагов, которые вы потом в оставшиеся 3 года должны предпринять до своего, так сказать, окончательного решения. То есть, прежде всего, нужно изучить то место, куда бы вы хотели переехать. Как его изучить? Сейчас это очень просто. Вы открываете YouTube, открываете вот эти все обзоры, смотрите благоприятная, неблагоприятная обстановка, какой климат, подходит ли вам это. Может быть, вы по путевке съездите в то место, себя порадуете, так скажем, да, и узнаете, как ваша кожа, как ваш желудок, как ваше вообще самочувствие будет в этом месте. Других людей, послушайте, вот мы же слушали других людей, и они говорили, что Турция это очень благоприятное место. Вот даже один человек, который плавал в море, он сказал, что когда я плыл, и вдруг наступил такой момент, когда я почувствовал, что у меня как будто бы клапан сердца раскрылся, и я перестал болеть. У нее что-то с сердцем было. Хотя, конечно, наверное, это все ерунда, но человек оздоровился. Все равно он свои эмоции, он сказал, что я лучше себя чувствую, что у меня нормализовалось давление. Это все, кстати, связано с Турцией. И так вот, прежде всего, нужно выбрать место, послушать отзывы людей, посмотреть YouTube-канал, определиться с этим местом, и, конечно же, оценить свои финансовые возможности. Посмотреть, что вы можете продать, что вы можете купить, какая ценовая политика в том месте. Вот, опять же, смотрите, был у меня такой ролик, кто не успел, тот опоздал. На самом деле так, потому что мы покупали квартиру, она нам со всеми как бы издержками, да, 3 плюс 1, стало 44 тысячи евро на тот момент, да, в 2021 году, в январе. Ну, это, считайте, 20-й год, декабрь, январь, вот это вот время переходное, начало 2021 года. А сейчас наша квартира, она уже стоит в 3-4 раза дороже. То есть, нужно все делать своевременно. Но, опять же, мы могли еще раньше купить недвижимость в Турции, и она была бы дешевле. И после нас люди покупали, и тоже некоторые даже выигрывали, потому что лето 2021 года цены опять снизились. Помните, там еще ковид был, мы еще из-за ковида не могли приехать. В общем, все это нужно обдумывать заранее. И вот это первый шаг, это как раз и есть шаг покупки недвижимости в том месте, где бы вы хотели жить. То есть, вы определились, все, подумали, приняли решение, что да, это место вам подходит, что да, вы хотели бы там в Турцию, например, приехать. Опять же, я на своем опыте говорю. И вот первый год, это, конечно, покупка недвижимости. Все, вы приехали, вы запланировали отпуск, вы купили билеты туда-обратно. Вы знаете, что вот за этот срок вы купите квартиру, вы приезжаете, покупаете и уезжаете. Это первый шаг, который вы должны сделать. Опять же, как выгоднее это делать? Можно делать это как дистанционную покупку. Это выгоднее намного, я сразу говорю. Если вы все изучите, если вы все посмотрите, если вы посмотрите отзывы других людей, как я, почему ботаник мы выбрали. Я слушала отзыв человека, который здесь по Мерсину ходил и смотрел квартиры. И когда он купил квартиру в ботанике, то была беседа с ним, и он сказал, что я вот посмотрел, и здесь очень хорошее место. Это привлекает то, что близость к морю, я могу в любой момент пойти искупаться, привлекает, что здесь вот такой вот дом, вот так вот они стоят, вот такая территория. Очень хорошо именно развязка дорожная сделана, недалеко трасса Д-400, город недалеко, есть газ. Вот все, он понимаете, он все рассказал, да, мы проверили, других еще послушали людей, все, нам понравился этот комплекс. Мы решили, что именно в этом комплексе мы купим квартиру. Следующий шаг, мы нашли риелтора, то есть мы посмотрели, одному риелтору позвонили, она нам назвала цену в ботанике, другому риелтору позвонили, она нам назвала те квартиры, те этажи, которые есть, цену назвала. И потом мы позвонили третьему риелтору, и она нам назвала тот вариант, который нам понравился, и по цене нам это тоже понравилось. То есть оно было дешевле, чем у тех двух, понимаете? И мы отправили залог, тысячу евро, отправили залог. Почему это удобно? Потому что когда вы приезжаете, вы выходите с аэропорта, вам куда-то надо идти, а тут вас уже люди встречают, они уже понимают, что вы, вот, это те люди, которые точно купят эту квартиру, потому что уже залог отправлен, они вас расселяют, да, дают вам возможность где-то пожить. Вот этим выгодно эта дистанционная покупка. Чем она, конечно, рискована? Тем, что могут какие-то быть форс-мажорные обстоятельства, да, и обман может быть тут, и всё. Опять же, надо проверенные риэлторов искать, проверенные агентства, чтобы это было с рекомендациями, чтобы вы понимали, что, да, есть рекомендации. Вот я рекомендую своё агентство, понимаете? Оно у меня в каждом описании есть. Смотрите, можете пользоваться. Причём такое агентство, знаете, вот если вы им скажете, что мы вот хотим квартиру с обстановкой, чтобы нам не вкладываться, вот покажите нам вот такие варианты, найдите. Они вам всё найдут, сто раз пришлют, вы сто раз посмотрите и убедитесь там потом, когда приедете, что вот действительно то, что вам надо. Потому что после нас люди покупали квартиру. У них было очень много запросов на то, где должна быть эта квартира, какая она должна быть, квартира, на каком этаже. И вот они им сбрасывали, сбрасывали, сбрасывали варианты до тех пор, пока их этот вариант не устроил. И они вот тогда согласились купить эту квартиру. Там с обстановкой, недалеко от моря, чтобы был газ, недалеко от центра города. Вот. Они соблюли все эти условия. Этим людям понравилось. Они вызвали залог, потом приехали и оформили сделку. Вот этим хороша дистанционная покупка. То есть вы уже знаете, куда вы приезжаете. Вам не надо мотаться по вот этим вот агентствам. Там, опять же, по словам тех людей, которые делали вот так, что приезжали и их возили, вот опять же, основываясь на то, что я видела по YouTube каналу, да, то, что я видела у блогеров, это очень тяжело. Мало того, они стараются вам сначала впихнуть не ликвид, а и возят вас до тех пор, пока вы не согласитесь на какую-то ерунду. А когда вы уже вот дистанционно, понимаете, дистанционно всегда получается, они вас не знают, вы их не знаете, договор подписывается онлайн. Ну, в общем, я не знаю, конечно, у каждого свое, у каждого свой вкус. Понятно, что некоторые приезжают и Теджи не нравятся. То есть они хотели бы в Эрдемли там купить квартиру. Была такая передача тоже, две девушки, две сестры, им показали Теджи, не понравилось. Показали Эрдемли, понравилось. То есть они там купили. Ну, это все вот из моего опыта, из моей памяти, вот я сейчас наброски вот эти делаю. То есть каждый выбирает сам. Но опять же, Эрдемли, он сейчас не газифицирован. Теджи газифицированный. Теджи относится к Мерсину, городу к самому. Эрдемли, это все равно пригород, как ни крути. Он дальше, Эрдемли, этот райончик, дальше от центра. Здесь городские автобусы ходят. Там я не видела, чтобы какие-то городские автобусы дырдемли шли с Мерсина. Может быть и ходят, не знаю. В общем, есть свои плюсы и минусы в каждом районе. Потом море тоже. Где-то грязнее, где-то чище, где-то лучше это море. Кому-то это важно, кому-то не важно. Кто-то вообще возле моря говорит, что мне не надо возле моря, я хочу там где-нибудь на периферии от моря жить. То есть, все это нужно обдумывать. И вот первый шаг, это именно покупка недвижимости. Если вы уже прям приняли решение, что да, вы хотите жить вот в этом месте, вы хотите здесь как бы встретить старость, да, возле моря, чтобы вы могли купаться, есть свежие фрукты, овощи. У вас круглый год была какая-то такая комфортная температура, не было ветровых нагрузок, перепадов давления. Все, вы решились, определились. Итак, первый год в ваш отпуск вы приехали, как вот у нас был, да? Мы приехали и купили квартиру. И мы уехали, все. И целый год нас не было. Квартира была закрыта. Второй год мы приехали уже, прикупили кое-какую мебель. Мы оформили ВНЖ, потом мы опять уехали в Россию. И потом уже, доработав до пенсии, мы приехали уже окончательно жить, посмотреть, как мы зимой будем здесь жить. Вот. На сегодняшний день могу вам сказать, что мне нравится здесь жить, меня устраивает климат, меня устраивает склад жизни, который здесь, да? Мне нравится, что солнце, море, что я могу поднять себе настроение, просто выйдя на улицу и посмотрев на цветы, которые меня окружают. И третий год, это сам переезд, вот как у нас получилось, третий раз, да? Третий раз, третий год, так как-то совпало, потому что отпуска у людей обычно дается один раз год. Итак, третий год, это сам переезд с планом пожить зимой, летом, осенью, там весной, прижиться, да? Оценить свой комфорт, свое самочувствие, подходит ли вам это все, не подходит, до конца ли вы уверены. Опять же, смотрите, если были такие случаи, что люди, приезжая, например, сюда, купив дистанционно квартиру, продавали эту квартиру и покупали там, где им нравится. В основном как? В тот же, если, например, покупали, да, молодежь, им это не нравилось, они продавали и переезжали в центр. Также люди с детьми, если нужно, чтобы ребенок учился, ходил в кружки, там, например, да, то море уже как бы на второй план уходило, тоже продавали квартиры и переезжали в центр, чтобы там поближе к цивилизации, поближе ко всем этим благам. Вот, все нужно сначала запланировать и потом следовать своему плану. Конечно, в план может быть внесены поправки какие-то, но тем не менее, если вы все-таки все себе запланируете, вот эти три года возьмете за основу, да, за основу своего переезда нужно взять от пяти до трех лет, перед тем, как переезжать, то есть перед тем, как у вас наступит основная пенсия, и вы это все будете по порядочку делать, то, да, вы сможете переехать, осуществить свою мечту, переехать к морю. Также хочу сказать, что у меня на моем канале есть два интервью. Одного, одной женщины Ольга ее зовут, и второй женщины Ирина с сыном Евгением. Тоже, это история их переезда. То есть Ольга, она просто копила эти деньги, понимаете, она просто от дня ко дню копила деньги на Турцию. Она понимала, что ей нужно здесь жить, потому что ее здоровье, да, оно, ей важнее было, чем все остальное. Вот, то же самое Ирина с Евгением. Они тоже копили эти деньги, они понимали, как это сделать, они тоже все это планировали. То есть это не так, что вот я сегодня приехал, и я все уже сегодня здесь нахожусь. Это, наверное, себе могут позволить какие-то люди, у которых там карманы, да, просто очень толстые, наполненные серебряными, серебряниками. Вот, нам монеты наполнены. То есть они могут налево и направо деньги раскидывать, им вот все равно там хоть 44 тысячи евро, хоть 144 тысячи евро. Конечно, таким людям я не к таким обращаюсь. Я обращаюсь к нормальным людям, к среднему, к статистическому человеку, который живет в России, который уже имеет предпенсионный возраст и хочет переехать в теплые края, чтобы пожить для себя, для своего удовольствия, чтобы прочувствовать эту жизнь в полной мере, да. Потому что когда мы меняем место своего проживания постоянного, нам приходится вообще все менять. У нас восприятие, понимаете, другое. Мы как будто бы омолаживаемся. У нас начинается как бы с чистого листа жизнь. Это все влияет на нас, на нашу жизнь, на те впечатления, которые вы получаете от нового места. Проживание. Также знаю людей, которые говорят, что, да что Турция. Вот мы сейчас в Турции поживем, потом там мы, например, в Египет уедем, а потом там мы в Тунис поедем жить, и там будем, например, снимать квартиру жить. Да, это тоже, это такие, знаете, путешественники по жизни. У них, наверное, просто такое чувство себя, что они не могут на одном месте, да, такие вот люди, которые хотят везде пожить, везде побыть. Для них уже глаз у них замыливается, и вот эти новые впечатления для них быстро перестают быть новыми. Они уже как будто бы привыкают к этому, им хочется еще чего-то. Я это на себе, кстати, тоже заметила, когда я стала ездить по разным городам, там в России и все. Быстро очень как-то вот такое ощущение, что да, ты уже как-то вот поверхностно изучил вот этот город, да, и он тебе уже не нравится. Вот так у меня было с Ковровым, вроде бы да, город Ковров, мы туда приехали, и даже у нас были такие планы, что мы туда и на пенсию едем. Но когда я там побыла, я ничего не хочу сказать плохого, понимаете, у каждого свое впечатление. Ну вот для меня, например, да, это показалось как-то, ну, не то, что вот, а как-то, вы знаете, вот такой периферийный городок, так спокойно размеренная жизнь. Вот чего-то, чего-то нет, понимаете, какой-то изюминки вот нет. Это же тоже промышленный город, там, вы знаете, что вооружение там, в общем, вот, ну, есть промышленность в этом городе, да, недалеко от Москвы. И поэтому, вот, имейте в виду вот такой мой опыт. Можете воспользоваться им. То есть, когда вам уже за 50, да, вы уже понимаете, что у вас скоро наступит тот день, тот час, когда вам нужно будет решать свою задачу, где жить на пенсии, то нужно вот все-таки задуматься, распланировать, посмотреть на свои финансы, посмотреть на то, сможете ли вы это потенциально, не сможете, может быть, вам что-то надо продать, да, для того, чтобы переехать в ту страну, в тот мир, где бы вы хотели очутиться. А может быть, вам не понравится скоро, вот я о себе говорю, может быть, нам не понравится скоро, да, и мы уедем обратно в Россию. На этом я заканчиваю свою беседу. И хочу еще сказать, что вот эти вот три года принятия решения, они очень важны. То есть, первый год, это самый важный для подготовки к пенсии. Второй год, это выполнить требования того места проживания, куда вы собираетесь перебраться. Это и оформление вида на жительство, страхование, прописка, налоговые инстанции. И третий год, это уже само то действие, которое нужно выполнить. То есть, это уже переехать, посмотреть на свою жизнь в новом месте. И, конечно же, где-то там, за плечами, у вас должна быть инвестиционная привлекательность вашей квартиры. То есть, чтобы не было такого, что вы приехали, начали жить, а тут что-то не сложилось, а вы не можете эту квартиру продать. То есть, она должна быть инвестиционно привлекательной. А на этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Жду комментариев. Подписывайтесь на мой канал. Буду рада новым друзьям, новым подписчикам, новым мнением. Может быть, кто-то что-то напишет о том, как он это видит. Может быть, это не три этих года, а может быть, это вообще там 10 лет. А может быть, это вообще скажут, ерунда это все, я там за один месяц перееду. В общем, жду всех комментариев. Пока-пока. Всегда на связи.